13 июля на базе отдыха Вырогана в присутствии министра сообщения Улдиса Аугулеса и председателя правления концерна Латвия Сделсельш Эдвина Берзинша состоялось подписание договора о сотрудничестве между профсоюзными организациями железнодорожников Белоруссии и Латвии. Место подписания выбрано не случайно. База Вырогана принадлежит профсоюзу железнодорожников и отрасли сообщений Латвии и является излюбленным местом отдыха работников Латвия Сделсельш. Документы подписали главы профсоюзных организаций. Савелий Семенов с латвийской стороны и Валерий Стромок с белорусской. Железная дорога не может быть одной. Не может быть железной дорогой Латвии, не может быть железной дорогой Белоруссии. Она должна быть общей. Когда мы будем общаться, когда будут двигаться грузы, тогда и мы будем все вместе. Мы будем зарабатывать деньги и наши работники будут получать достойную зарплату. Поэтому сегодняшнее подписание говорит о том, что мы, как профсоюзные работники, будем способствовать тому, чтобы железнодорожное сообщение между Республикой Белоруссии и Латвией было как можно больше. Соглашение предусматривает сотрудничество в разных направлениях. Организация совместных семинаров для профсоюзного актива, специалистов, экспертов, защита интересов и трудовых прав членов профсоюза, оказание методической помощи, а также организация совместных мероприятий. У нас сегодня традиционно есть так называемые накладные плечи. Сегодня ведь полоцкие бригады доезжают до Даугапилса. Это уникальное явление, мы его сохранили, это выгодно обеим сторонам. И мы сегодня подписали этот договор, чтобы как-то способствовать улучшению взаимодействия и укреплению этого коридора, укреплению его конкурентоспособности. То есть мы, как профсоюз, даем идеи, которые потом реализуют уважаемые работодатели. В договор также включен пункт о поддержке технического развития, а именно строительство вторых путей – электрификация и модернизация автоблокировки железнодорожного коридора на территории обеих стран. Латвия, Беларусь, Украина находятся в девятом транспортном коридоре европейском. То есть это Балтийское и Черное море, сообщение. Поэтому, конечно же, если этот полностью коридор будет электрифицирован, это, наверное, притянет определенные потоки грузов и так далее. Белорусская страна строит атомную электростанцию. Я полагаю, что они ее построят, как бы там кто ни говорил, но да. То есть и там появляется дешевая электроэнергия. Это даст возможность на этом коридоре ввести грузы более, так сказать, по дешевым ставкам, нежели это на дизельной тяге. Тесное сотрудничество между Белоруссией и Латвией происходит на всех уровнях, начиная с правительства, министерства сообщения, железных дорог и заканчивая профсоюзом. Иерархии здесь нет. Есть всестороннее сотрудничество. И если мы держимся рука об руку, коридор из Белоруссии в Латвии должен работать на хорошем уровне. И это мы видим по полугодовым показателям. Объем груза из Белоруссии по сравнению с аналогичным периодом вырос на 58%. Это фантастическая цифра. Стоит отметить, что в первом полугодии почти на полтора процента выросли и общие показатели грузоперевозок.